вот долго не будем это рассусолиться да нужно все по-быстрому рассказать потому что игр много вот наконец-то время пришло поговорить о видеоигровых выставках именно в двадцать четвертом году ни в коем случае не говорю что я как-то ну презирал и ой как было их много в прошлом году правда да было их много в 2023 году но моего выборочное скажем так ну не мнение а просмотр данных видео выставка закончился ну где-то в октябре в ноябре там еще game awards playstation магазин там не знаю xbox кейс какой-то там выходил мне да я обязательно конечно же просмотрел был очень сильно удивлен трейлеру дэвстрендингу который целых на 20 минут выкатили но об этом уже как бы уже все поговорили об этом было уже всем известно и это конечно же прекрасно почему я свое вот этих вот такого то свою зажигательную реченью выразил да по этому поводу потому что ну все уже было рассказано мною до этого я их не хочу как-то чекичится об этом но формат верю надеюсь и жду ну что что это такое то блин просто мое мнение о том что я увидел на видеоигровых выставках и добавил список желаем и стрепетом там с нетерпением жду наконец-то релиза там или какой-нибудь огромной скидки в стиме да ну я ни в коем случае не скрывая этого чтобы в нее поиграть плюс плюс помимо видеоигровых выставок я очень люблю смотреть игровые игровые процессы до той или иной игры которая не вышла и особенно приятно наблюдать там что вот год через два года и вот наконец-то на релизе получилось вот нечто и такое вот а не что да вот если сравнивать с тем что вообще выпускается но очень сильно заметно так как ну прикинь из ноября до 45 месяцев прошло я все просмотрел и ну ничего для себя нового не открыл как как не странно ну да можно говорить о всем чем угодно но видеоигровая индустрия растет процесс разработки увеличивается 3 полы и там 4 и 5 эйры и так далее все это растет ну короче ты понял меня да что разработка сейчас находится в таком плане что очень она требовательная к ресурсам и к времени и вот пожалуйста пример в 2023 году показывают конце года уже то что анонсировали показали в начале года в даже может быть двадцать втором году она в таком же ну не могу сказать стазисе но в разработке находится но демонстрирует все равно значит работа идет значит я больше видосиков запишу на эту тему так вот двадцать четвертом году на дворе у нас сейчас март месяц вот на мне теплая одежда потому что холодно да и первым о чем о чем хотел бы я застрелить внимание это о видеоигровом наверное самом большом мире игровом портале это а и джи м которые выпускает ну скажем так такие но они не камерная но все равно презентации видеоигровые и вот первый который будет это spring game showcase который микс плюс они еще туда добавили пакс ну такая огромная скажем так компания забралась и правда стрим весь идет три часа и из этих трех часов если мы выделим ну там ожидания все дела технические работы где-то два часа уделяется прикинь игровым игровому процессу игровым трейлером играм да и где-то там полчаса последние то полтора часа грубо говоря полтора часа играм и полчаса у нас разговоры с видеоигровыми разработчиками которые рассказывают о чем и как они там создавали и что они хотели бы в дальнейшем сделать да такие дневники разработчиков прямом эфире очень приятно очень круто смотреть внутри часа конечно же это много но все равно из этого из этих трех часов я хотел бы выделить несколько объектов которые мне очень понравились и первый первый который я хотел бы поговорить их много правда очень много игр и хотелось бы уложиться в эти 20 минут потому что камера потом не будет снимать и мне не хочется перезаписывать а я просто не могу от этого избавиться чтобы не записать все одним дублем так вот первая часть первая часть ну да первая пусть будет это хэнгри сегодняшнем ролике будет очень много говорится о наследии о том что до этого предтечами было и так далее вот хэнгри меня очень сильно помнил бэк снэкс где мы должны в роли такого абстракцированного чувака там правда реально абстракцированный чувак который гоняется за едой еда у нас виде бабочки гусенички гамбургер виде какой-то собачки на шестиножках ну и так далее мы должны ставить ловушки и таким образом кормить и наше поселение но там бакснакс в чем прикол он не таким кажется миленьким и прекраснейшим как на самом деле потому что у них какая-то там скрытая тайна и все в этом роде хэнгри как по моему мнению первому показалось таким ведьмаком с едой вот представь себе то есть да на такой расфуфыренной крутой маслянистой графики мы должны делать рейды за монстрами виде мороженого там спагетти каких-то чуваков монстров и так далее то есть хватать все что движется и приносите в дальше наш ресторан дабы он развивался наверно менеджер какой-то будет до симулятор того то что мы должны кормить и накармливать всех инопланетян а вот такими рейдами мы должны пополнять свои запасы будет ли он такой бесконечный как вот я не хочу будет ли там сюжетная кампания я тоже не знаю но как говорится с релизом будет но с релизом будет видно но вот хэнгри глаз мне зацепил следующая игра у нас секре блю секре блю не знаю как правильно произносится то есть два слова пусть будет тогда и а хочу сразу сказать что я очень я очень скучаю по рейману именно вот которые последние выходили origins и legends да вот двухмерной платформе где мы должны нашим рейманом до главным героем проходить с левой стороны направо и почему я скучаю именно вот по вот этой но нельзя назвать назвать ее спрайтовой графики но да выглядит это именно как спрайтовая но именно то что из-за нарисованности из-за милоты из-за вот этих мельчайших деталей она очень привлекает внимание и не отрывает тебя от начала и до конца ты да ты кусаешь локти там кулаки что-то там как обычно кусаешь ну играя в dark souls да но стараешься пройти потому что очень красиво и сакри вот это вот очень здесь не сильно напомнило да есть у нас игровая фишка в нем где мы должны застывать в воздухе аля в каком-нибудь таймшифте и выбирать направление нашего героя дабы вот что-то там перепрыгнуть ну или заквасить какого-нибудь негодяя игровая механика да ну вот наверное скорее всего будет на этом базироваться но я еще раз говорю то что в эту игру я иду именно за стилем за вот этой вот мультяшностью за мультяшной красотой следующая следующая тема это у нас robots and midnight я как бы сторонник вот этих все отдаленно и очень холодно отношусь к постройкам базы собиранию ресурсов и все в этом роде но когда я вижу одиночная игра и сюжет и компания я только надо попробовать надо же пробовать себя вот хотя бы в этом да и как раз робота midnight мне эту пробу даст нет я надеюсь на это да у нас с чем цепляет да у нас такая стилистика восьмидесятых что невозможно сейчас нынешнее время никак не обойти мимо ну ретро уэйв все дела и да пусть это будет собирание каждого ресурсы и постройки базы но если немножко меня так под задать мне и сказать что ну можешь попробовать я бы вот робот админ на это именно попробовал вот в этом плане в этом жанре видеоигр которых я ну не то что недолюблю вопрос не понимаю на сколько времени можно тратить на то чтобы построить себе дом для чего тема для другого видео скорее всего но во всяком случае эту тему я добавил свой список желаемого и жду что же нам еще показывает на этом летнем фестивале видеоигр на айджи не до который прошел не знаю когда месяц назад может прошел возможно селф лосс который давно уже был мною скажем так замечен но нигде не был представлен как и последующие другие игры славянская тематика и решение головоломок почему бы и нет да в два не в 2d мире в 3d мире да с изометрией если можно так назвать если меня не подводит память скорее всего загробные миры вальгалы и там всякая вот такая вот вещь да она немножко вот напоминает мне бразерс это лту санс да вот скорее всего вот это да цепанула но будет ли так это интересно и я не знаю ну вот под большим вопросом но все же все же я его выделяю и не то чтобы я такой крутой сейчас я и говорю я тебе даю шанс игра я тебе даю шанс на релизе будет видно понятно да на выходе но именно вот эта стилистика медитативность дымка речушка дымка над речушкой к его твой этот ладья твоя с этим парусом виде какого-то призрака ну почему бы нет очень классно именно со стилистикой тут тут мне прям зашло вот что о чем вот мне хотелось бы ну как побольше наверно не получится погореть но зацепила очень конкретно потому что солнце of silence ну конечно да мы все скучаем по героям третьем хотя чую скучать где угодно можно нем поиграть с кем угодно можно поиграть и вообще ну такая классика как герои 3 ну чё почему блин они все время были есть и будут и наследие героев третьих до сих пор скажем так она тянется за вот такими вот релизами song of silence да у нас есть как мы видим на карты ну карта огромная есть наши замки и естественно битвы между другими представителями какой-нибудь раз если можешь так назвать что меня зацепило не знаю часто ли я повторяюсь но прошу прощения на всякий случай еще раз скажу зацепила на боевка боевка вот наших сопартистов конечно да если мы берем героев третьих у нас есть левая сторона из правая сторона вот наш герой на лошадке или на каком-нибудь зубре вот тут значит противник наш и выстроены наши скажем так как юниты да и вот в героях у нас вот юнит да и вот там у циферки вот тысяча у нас чертей да вот стоит вот они и вот значит вот эта тысяча пошла вот на другую тысячу не могу сказать что в санку of silence есть по тысяче но очень давно напомнила мне epic battle simulator если он так называется где мы должны брать лоты скажем тогда вот эти лоты типа там слон у нас слону смешно ну там слоны реально есть слон у нас на 10 баллов до всего у нас там 100 баллов и ты вот не должен выйти за рамку 100 баллов дабы вот свою армию собрать я надеюсь что вот сумка в саланс будет именно такой потому что вот когда показывают вот это вот масштабное сражение она именно так и выглядит вот да значит лучники у нас там начали стрелять эти тут пехотинцы пошли с копьями началось масилово вот оно короче как весело будет ли это слишком похоже на героев есть и честно сказать не знаю но первое впечатление именно такое вот выразилось будет ли это интересно играть я тоже не могу понять потому что если у нас идет режим против игрока тогда есть чем интересно вот epic battle simulator например там уже все заточено и заучено и конечно комп то не будет под тебя подстраиваться да а как именно здесь будет комп подстраиваться если мы уже там десятка замков понабирали да как в этом в героях тех же у нас там по 50 драконов по единорогов там 100 штук что 100 штук и что как нам это там все все начинают сдаваться тут есть основная фишка именно будет как в epic battle simulator в этом ну или как я не помню как называется не могу понять быстро расскажу про star staff очень милая очень прекрасная давно уже было мною замечено просто для того чтобы развеется в свои мысли куда-то отдалить в космос дальний опускать эту звезду направо и налево и решать головоломки да вот если мы не будет это если мы будем постоянно грузиться и очень будет сложно я считаю что такая миленькая графика и этой игре не идет но если она будет все проходить именно так как я думаю а будет замечательно в свой список желаемого уже давно добавил не знаю посмотрим что там на релизе но под сомнением под сомнением еще раз а так глаз она мне зацепила не могу не могу не выразить благодарность разработчикам которые пытаются приблизиться графики playstation 1 моей самой наверное но это не моя самая первая консоль да это моя самая первая любимая консоль и я очень рад что есть игры которые выходили на playstation 1 их с легкостью можно приобрести в steam и с удовольствием просто засматриваюсь видеороликами видео игровыми процессами от разработчиков которые стараются приблизиться к этой графикой и сделать такие же такую же камеру да вот те живота квесты там какие-нибудь да или ну вообще короче взять всю стилистику playstation 1 запекнуть его будет новую игру и получится ссоре вы клоуст да у нас опять смесь всех жанрах и вся можно говорить о силан хилле резидент и воли и этот вид от первого лица и какая-то непонятная женщина у нас с третьим глазом во лбу то есть очень все интересно очень все вкусно поэтому если вдруг какая-нибудь игра которая выглядит в стилистике playstation 1 и меня эта игра очень сильно цепляет то я ее сразу же добавляю свой список желаемого и жду конечно же когда она выйдет далее хотелось бы рассказать про the midnight crimes потрясающе мне очень понравилось потому что ну да the wolf among us telltales у нас the walking dead и все в этом роде это уже у нас ну было не знаю как ли это будет проходиться ну по повторному разу я хочу перепройти the walking dead и на первый вот сезон который я дал жару которому на из боксе 360 естественно записал свою зажигательную речь как обычно но мне бы хотелось для себя понять как она будет играться на повторе и помимо того то что я ну то что я там знаю да это что прохожу выходят вот такие вот на и прекраснейшая стилистика этой вот с лошадинская графика это комикс настью вот как-никак по это клику вот эти эта стилистика очень идет мне кажется и за мид на это краем с списке желаемого сто процентов мною добавлен говорить не о чем очень классно очень нуарная стилистика детективы расследования значит ну все как мы любим за волк the wolf among us вот только за midnight crimes я не знаю ну чё еще говорить ну круто круто сам посмотри ема нормально смотрится далее 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 если я говорю про playstation 1 и про эту стилистику и сразу же добавляю я не могу никак не обделить этот момент связанный конечно же с дэнди вот и трансильвании адвенча дает понять что все не так уж и плохо и я бы наверное записал бы отдельный ролик на тему если я вот трансильвании адвенча вот скажем так но очень люблю эту игру 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 являюсь ли я ретро этим любителем да вот она же выглядит как ретро значит я тоже ретро любитель и как это назвать но она же выходит в 2025 году например к стрельбане наша любимая вышла в девяносто восьмом и вот как как это объяснится но вот надо задаться вопросом и объяснить почему но трансильвании адвенча выглядит как вот надо выглядеть то есть непонятно что на задниках выглядит скорее всего ну на мой взгляд это слишком пикселя во но выглядит круто сразу скажу да мы наверное зайдем опять в какой-нибудь замок и будем крушить направо и налево подсвечники дабы разлить владельца этого замка но списка желаемого сто процентов я добавил несколько секунд скажу про мулит magic это кислота в прямом смысле слова от первого лица дается 10 секунд чтобы пройти на следующий уровень отвал башки отвал башки и стилистика ретро в рейва ретро вэйва ретро рейва как угодно можно называть она очень сильно присутствует и аниме восьмидесятых девяностых которых я очень люблю очень с теплотой к этому отношусь тут конечно же попадание мне и в сердце и в голову одновременно очень круто выглядит все надеюсь обо всем рассказал конечно же конечно же выставка очень длинная очень большая слов больше нет не осталось потому что уже камера садится поэтому смотря на все это безобразие только остается как верить надеется и ждать у меня есть и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok